Всем привет! Сегодня мне прислали вот такую посылку. Давайте распакуем ее. Вот такой нож. Будем делать из него красоту. Отполируем его, чтобы блестел в принципе. Пластик трогать смысла не вижу. Можно попробовать его снять. Почистить металл под ним, заточить. Сейчас хочу его залить баллистолом, чтобы он откис. Посмотрим, что из этого получится. Берем сам нож, ложим на тряпочку. Берем баллистол. Я пользуюсь вот таким спреем. Трубочку. Ну и попробуем почистить его. Берем баллистолом. Пластик тоже смачиваем баллистолом, так как его тоже нужно потесить от грязи. Все, теперь оставим его, пусть полежит так минут 20-15-20. Потом посмотрим, что можно сделать еще. Так, прошло 15 минут, достаем наш нож, баллистол немного отделил эту вот ржавчину. Все, конечно, не очистит, но он его как бы спушивает. То есть, когда мы будем чистить зачистным кругом, в принципе, будет уже легче очищать. У меня есть такой надфиль алмазный. Они уже почти износились, можно попробовать им что-то сделать. То есть, вычищаем всю ржавчину, отсюда всю грязь. Видите, сколько тут всего. Хорошо, не точно нужно прочистить. Ну, прям аж жажаж. Так, вроде грязи меньше. Даже что-то поблескивать стало. Есть бумажная салфетка. Можем салфеткой почистить. Берем салфетку и так вот чистим. Всю вот эту грязь вычищаем. Разобрался, как снять накладки. То есть, берем отверточку, просто подковыриваем. Там такие защелки, они должны выйти со своих пазов. Не спеша, легонько, чтобы не сломать их. Так. Красивая салфетка. видим сколько грязи так получилось снять вторую накладку немного повредили и колоса кусочек тоже посмотрим что можно сделать кусочек там закисли его даже достать оттуда не получается так еще раз нужно пройтись баллистом и тряпочкой протереть поменял камеру итак посмотрим почистил нож взял мелкую наждачку и прошелся вот просто снял все то что спушил баллистол остались еще конечно мелкие следы мы их почистим сейчас на полировальном круге также протер накладочки вот такие тоже стали красивые блестящие чистые итак давайте установим станок доработаем дальше нож на станок вот моя табуретка станочек днепровим вот у меня есть такой круг фетровый толстошерстый то есть он такой мягкий я его использую для чистки металла так есть вот такая втулочка итак установили фетровый круг сейчас хочу полностью почистить этот нож чтобы он блестел убрать остатки ржавчины потом установим накладки заточим нож и полируем и принципе он будет готов но осталось протереть и можно устанавливать накладки теперь чтоб все оно стало красиво на свое место нужно прогреть вот тут в этих местах где прокладка неплотно становится накладка точнее неплотно становится прилегает к рукоятке нужно прогреть спичками сейчас я прогреваю это все дело и она станет на место итак накладки установлены теперь нужно заточить нож сделать полировку режущие кромки и принципе нож готов так вот сам нож помним какой был да ржавый некрасивый сейчас вот блестит накладочки установлены накладочки тоже блестят сверкают все теперь затачиваем кромку ровнять да и вот видите есть засвет то есть нужно поравнять режущую кромку так вот и 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 а Все. На этом, в принципе, все. Убираем остатки полировальной пасты. И смотрим, что получилось. Вот и подошло к концу восстановление ножа. Как видим, нож блестит, сверкает. Было выполнено восстановление рукоятки. Чистка ножа от ржавчины и грязи. Полировка. Был отполирован вот этот шифт. Заклепка. На нем были видны следы от ударового молотка. Как видим, там тоже поверхность гладкая, сверкает. Нож острый. И бритва. И бритва. Обзоры на инструмент. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok